Нацистские преступники во время Нюрнбергского процесса, в отличие от своих жертв, получили право на защиту. Адвокатов подсудимые выбирали сами, пусть и из специального списка. У многих юристов, которые согласились представлять гитлеровцев в суде, тоже оказалось темное прошлое. Суд над нацистскими преступниками состоялся в Нюрнберге после окончания Второй мировой войны. В определении деяний высокопоставленных гитлеровцев как античеловечных уже во время войны никто не сомневался, но подсудимым была предоставлена всесторонняя юридическая поддержка. Ни один житель Земли, по соображениям организаторов, не должен был усомниться в том, что Нюрнбергский трибунал является образцом объективности и справедливости. Поэтому каждый нацист, оказавшийся на скамье подсудимых, получил право на адвоката. Если верить Николаю Алексееву, автору книги «Злодеяние и возмездие. Преступление против человечества», всего у обвиняемых было 27 адвокатов, которым помогали 54 ассистента-юриста и 67 секретарей. Мало того, юрист Александр Звягинцев утверждает, что обвиняемым разрешили нанять в качестве защитников родственников. Так, в адвокатском аппарате работали сын Франца фон Паппепена и сын Иохима фон Риббентропа. Дело в том, что нацисты в большинстве своем при выборе адвокатов руководствовались не их опытом. Преступники хотели видеть в качестве защитников тех, кто был им близок или, по крайней мере, знаком. Даже в собственных глазах юристы должны были оправдывать своих подзащитных. Герман Геринг выбрал Отто Штаммера именно потому, что знал его. Штаммер в свое время окончил университет и получил докторскую степень. С 1945 года он даже являлся президентом коллегии адвокатов земли Шлезвик-Гольшиен. Одним из адвокатов Рудольфа Гесса, который в зале суда часто сидел рядом с Герингом, был Альфред Зайдль. Зайдль также получил высшее образование и защитил докторскую степень по юриспруденции. Но он еще и служил в Вермахте и даже состоял в научной сотруднице ДАП до 1940 года. Зайдль оказался более удачливым, чем Штаммер, клиента которого приговорили к казни. Гесса наказали пожизненным заключением. Причем, Альфред Зайдль, ставший в 1970-х годах министром внутренних дел Баварии, пытался добиться реабилитации Гесса. Карл Дениц, главнокомандующий вооруженными силами нацистской Германии, вообще отделался 10 годами заключения. Во многом такой мягкий приговор был заслугой его адвоката Отто Кранцбюлера. В тот момент Кранцбюлеру не исполнилось еще и 40 лет. Несмотря на это, он успел послужить в военно-морских силах нацистской Германии в качестве советника по правовым вопросам. Так что неудивительно, что Кранцбюлер тоже был арестован в 1945 году, но впоследствии его освободили. Дениц знал Кранцбюлера, а потому и попросил представлять его интересы в суде. К Рудольфу Диксу обратилось сразу несколько обвиняемых, так как с ним были знакомы практически все. В 1930-х годах Дикс являлся президентом немецкой ассоциации юристов. Как писал Марк Рогинский в своей книге «Нюрнберг», перед судом истории, Дикс был одним из столпов адвокатуры Третьего Рейха и имел огромную практику в Германии. Но когда разразилась Вторая мировая война, Дикс сменил адвокатскую мантию на мундир чиновника нацистской оккупационной администрации в Словакии, а затем в Польше. Так что неудивительно, что клиент Дикса, президент Рейхсбанка Ялмар Шахт, был полностью оправдан.